Здравствуйте, дорогой Садмирот Довлатов. Мне 16 лет. Хочу идти из дома. Мама ругает, папа ругает. Хочу жить отдельно. Что мне делать? Я тебя очень хорошо понимаю. То, что ты не любишь учиться, ничего страшного. Я могу тебе один секрет открыть. Хочешь знать? Если хочешь быть бизнесменом, ты должен всю жизнь учиться. Путь бизнеса – это самообразование. Насколько будет правильно ребенку платить за пятерки? Учительница говорит, что это неправильно. Как быть? Платите. Попробуйте мою методику. И через год вы разница видите. Меня зовут Алихан. Мне 15 лет. Я из города Алматы. И у меня есть к вам такой вопрос. Как возбудить желание у ребенка к чтению, саморазвитию и тому подобному? Я хотел бы, чтобы и некоторые взрослые тоже начали читать книги и так далее. Ты вообще молодец. Ты меня затронул за сердцем. Молодец. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши зрители, читатели. Спасибо, что смотрят рубрики «Вопросы Довлатову». Хочу ответить. Это рубрика для детей и для родителей, как воспитать хороших детей. Дорогие мои, ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Что полезнее вы брали для себя, пишите. Сдавайте актуальные вопросы под рубрику. Видите почту. Мы всегда готовы вам отвечать. Дорогие мои, если на какие-то ваши вопросы я в свое время не отвечу, это не означает, что мы не хотим или не ответили. Возможно, похожий ответ есть в других наших уже выпусках. Чтобы не было повторно ни одной и той же ответы, поэтому мы сортируем вопросы, отвечаем на них, на самые актуальные. А если похожий ответ есть, посмотрите другие наши записи. Обязательно вон там вы его найдете. Хочу ответить на несколько вопросов. Здравствуйте, дорогой отец Адмират Довлатов. Мне 16 лет. Хочу идти из дома. Мама ругает, папа ругает. Хочу жить отдельно. Умею зарабатывать. Вот. Проживу, если деньги нужны будут, тогда выход найду. Буду на YouTube зарабатывать, в программах разбираюсь. Стану на ноги через 8 месяцев. Перейду домой, буду помогать родителям. Не хочу учиться в школе. Хочу зарабатывать. Дай Бог, заработаю. Что мне делать? Родной мой, тебе 16 лет. Это такой возраст, когда очень охота весь мир доказать, что ты уже взрослый. Это такой возраст, когда охота на самом деле показать, что ты можешь, показать, что ты способен и так далее. Но поверь моим словам, тебе нужен будет наставник, тебе нужна будет поддержка родителей и так далее. Конечно, есть случаи, когда люди уходили из дома и потом что-то добились, вернулись. Но нет гарантии, что уйдя из дома, ты не меняешь свое мышление в худшую сторону. Нет гарантии. Поэтому мой совет, не надо уходить из дома. Если ты хочешь уйти, потерпи еще всего лишь пару лет. И ты поверь мне, уйдешь уже студентом, станешь. Хочешь, уйдешь от дома, потом далеко. Потом так будешь ценить родителей. Ты даже не представляешь. Попробуй. Родители просто так не ругают. Я уверен, ни мама, ни папа. Никто просто так не ругает. Возможно, просто у них взгляд другой по сравнению с тебя. Просто у них видение другой по сравнению с тебя. Надо нам воспринимать наши родители. Надо понимать, что наши родители выросли в другое время. Наши родители выросли в другое время, а вы, дети, растете в другое время. То есть то, что для родителей важно, для детей не важно сейчас. А то, что для детей важно, для родителей это не составляет никакой ценности. Обычно вот это с этим происходит, такое разногласие. Например, моя мама, они выросли, перед войной, и у них были ценности другие. А когда я вырос, были ценности другие. А сейчас мои дети растут, абсолютно другие ценности. Поэтому я тебя очень хорошо понимаю. Но мой совет к тебе. То, что ты не любишь учиться, ничего страшного. Ничего страшного, если ты не любишь учиться и так далее. Но ты в том направлении, которое ты хочешь зарабатывать, ты должен учиться. В том направлении, в котором ты хочешь кем-то стать или добиваться успеха, ты должен учиться. Иначе изменений не будет. Иначе тебе будет тяжело в жизни. Поэтому дело не в том, что ты умеешь зарабатывать или нет. Дело в том, каким человеком ты станешь. Это самое важное. Деньги — это просто средство, чтобы мы хорошо жили. Мы не живем, чтобы зарабатывать. Мы зарабатываем, чтобы хорошо жить. Поэтому дело в том, каким человеком ты станешь. Вот это самое важное. Поэтому выбери то направление и в это направление изучай предметы, которые тебе приближают к цели. Фокусируйся на это. И тогда у тебя будут хорошие результаты. За счет того, что уйти из дома, я бы не советовал. Пару лет потерпи, тогда ты успеешь все. Ты уйдешь учиться как студент, ты автоматом уже будешь далеко. Хочешь учиться, учись. Закончили среднюю школу, пожалуйста, ради Бога. А потом у тебя будет больше свобода. Но сейчас, в дальний момент, на ранее сердце родителей. Потом сожалеешь. Потому что потом у тебя пойдет семья, дети и так далее. У тебя все равно не будет времени потом больше с ними провести. Хорошо, дорогой мой? Это очень важно. А то, что они ругают, просто тебе по душе надо с ними поговорить. Обычно ни один родитель просто так не ругает. Что-то по их мнению идет не так. Либо ты думаешь по-другому, они по-другому. Либо ты делаешь по-другому, чем они ожидают. В связи с этим руганье есть. А один раз по душе сиди, с ним поговори. Скажи, мам, как вы хотели бы, чтобы я делал? Покажите мне конечный путь. Покажите мне. И расскажи им свое видение. Это нормально. Поговори с сердца к сердцу. Это показатель, что ты взрослый. А вот объезжаться и из дома уйти, это не показатель, что ты самостоятельный. Показатель, что ты еще не самостоятельный. Поэтому ты хочешь убегать от этой ситуации в жизни. А далеко ли ты убежишь? Да недалеко, поверь моим словам. Недалеко. Хорошо, дорогой мой? Аноним. Здравствуйте, Анарод Довлатов. Мне 17. И в этом году я поступил в стоматологический факультет, город Барнауль. Но я хочу учить тонкости бизнеса у таких, как и вы. И делать свой бизнес. Но мои родные говорили, сначала закончи вуз. Потом можешь делать бизнес. Я думаю, зачем закончить вуз и 3-5 лет жизни? Что можете мне посоветовать? Спасибо большое за внимание. С нетерпением жду вашего ответа. Брат мой, честно тебе скажу свой путь. Я не мог учиться, когда приехал в город. Я бросил 3 вуза. Я не мог учиться. Денег не было учиться. Море были проблем. Это была пристройка в 95-х годах. Гражданская война в Таджикистане. Я не мог учиться. Я из тех людей, которые не учились сразу. Я начал сначала делать бизнес и параллельно учился. Потом заочно учился, параллельно. Но если ты хочешь вот в этом направлении. Ты же пишешь, что поступил в стоматологический факультет. Заканчивай стоматолога. Стань хорошим специалистом, профессионалом. А потом открывай свой стоматологический кабинет. Стань лучшим в этом направлении. В бизнесе ты зарабатываешь, когда ты лучший конкурент. Большинство людей думают, что как будто зарабатывают легко в жизни. Как будто я не буду учиться и пойду открывать бизнес. Я могу тебе один секрет открыть. Хочешь знать? Если хочешь быть бизнесменом, ты должен всю жизнь учиться. Только здесь самообразование. Там в ВУЗе много тебе ненужное дадут. 50% информации, которую ты получаешь в ВУЗ, может быть в жизни тебе не пригодится. Но это общая программа. Но если тебе не пригодится, в группе другому эта информация пригодится. Понимаешь? Это всегда так. 50% то, что они говорят, не твое, но это кому-то помогает. Понимаешь? Поэтому бесполезных знаний нет в ВУЗах. Просто бесполезных нет. Ты должен понимать. Что-то тебе помогает, что-то другому помогает. В группе же есть люди. Не только ты, не один, не единственный. Это похоже, что в магазине есть 8 линейка в одном серии одежда. Но какой-то размер не твое, но кто-то же одевает этот размер. Это не означает, что все они бесполезны. Кому-то другому это помогает. Поэтому вот так. Это что касается в ВУЗах и так далее. Но помни, если ты хочешь тогда открывать бизнес, если хочешь заниматься бизнесом, ты должен всю жизнь учиться. Ты должен стать учеником навсегда. Если ты умеешь учиться навсегда, вот ты станешь бизнесменом. Путь бизнеса – это самообразование. У меня куча книг. Посмотри туда, приверни туда. У меня куча книг. Я день и ночь тут допоздна читаю, допоздна сижу, работаю. Это всего лишь в одном моем кабинете. Еще, если ты видишь в разных моих кабинетах, в моих библиотеках, их очень много. Я теперь от того, что много люблю книг, теперь сели. Эти открываю. Ху-най-донеш, дом знаний. Библиотеки сели большие. Почему? Потому что беспрерывная учеба. Если хочешь быть бизнесменом, ты должен постоянно самообразованием заниматься. Значит, для тебя сейчас заканчивай курс стоматолога. Хорошо учись, отлично учись. Потому что просто учиться сейчас маловато. Теперь надо отлично учиться, чтобы стать лучше, быть конкурентоспособным. А потом всю оставшую жизнь занимайся самообразованием до тех пор, пока ты не открываешь свой хороший бизнес в этом сфере. И двигайся вперед. У меня очень много учеников, которые держат стоматологический кабинет и зарабатывают хорошо. Доброе утро, господин Довлатов. Меня зовут Венера. Я из Бишкека. У меня вопрос к вам. Насколько будет правильно ребенку платить за пятерки? Вы на детском тренинге говорите, что ребенку нужно платить. И пусть они учатся откладывать. Потом ребенок не привыкнет за все просить деньги. Мой единственный сын пошел в школу. И мы по вашему методу начали за каждые пять платить деньги. Он все это положит в копилку себе. Учительница говорит, что это неправильно. Как будет? Венера. Добрый день или добрый вечер. Не знаю. Здравствуйте. Какое время вы меня слышите? Я скажу вам такое. Это правильно. Но платите только за умственные дела. Я плачу своим детям за их достижения. Давайте привяжу вам один кейс. Вы поймете. Моя дочка, сейчас старшая моя дочка, учится в Америке. Три года назад, когда я приехал к ней, я смотрю, она слабо учится. Я был удивлен. Я реально был удивлен. Потому что наше образование, коса чуть-чуть методика, другая по сравнению с их. Она, когда пришла туда, конечно, никого не знает. И это было ей тяжело. Язык, конечно, она уже знала. Но не на таком уровне, который. Но было ей тяжело в других моментах. Ей было тяжело, что у нее нет подруги, у нее нет знакомых. Ей эмоционально. Новое место, новое окружение, депрессивность, переживание и так далее. Я сказал, доча, я три дня сам взял ее и с три дня с ней ходил. С утра до вечера. Мы разговаривали. Я задавал разные вопросы, примерами и так далее. Я смотрю, у нее в голове седьмая мысль, что, ну, буду учиться средне, как удается. Ну, то, как получается. То есть нету никакой стратегии, никакой желания. Ну, вот, никакой план. Нету уверенности в себе. Я немножко пообщался с ней. И я начал потихонечку за эти три дня у него в голове вложить мысль, чтобы стать лучше. И мы составляли план и так далее. Мы обещали за каждую. У них там не оценка, там звездочки или как там буквы и так далее. Я сказал, за каждую общую пятерку по их самим высшим показателям. Я дам 100 долларов. Вот скажу вам разницу. Хорошо? Вы поймете, платить надо или не надо. Я сказал, 100 долларов отдам. А ты научишь часть из них. Купи себе, что хочешь. А часть из них, пожалуйста, накопи и так далее. Я научил ей вот эту методику. Показывали эту методику и так далее. Показали ей, сколько они могут зарабатывать и так далее, и так далее. Моя задача была поднимать у него уверенность в себе. Я создавал для нее график дня. Помогали ей составить график дня. Помогали ей написать ее цели, цель жизни и так далее. Помогали ей формировать дневник жизни. Дневник желаний и так далее. Мы все это делали вместе с ней. Потом я записал ее на теннис. Потом записал ее на карате и так далее. Потому что там очень много разновидностей народа. То там мексиканцы, всякий народ со всех сторон. Она у меня очень красивая девушка. И я очень хотел, чтобы она могла сама стоять за себя и так далее. Записал везде. У нее минуты свободного времени нет. Абсолютно минуты свободного времени нет. Она то ходит на рисование, то ходит на карате, то ходит туда и так далее. Теперь результат. Я начал оплачивать ей за каждую оценку 100 долларов. Если она лучшую оценку берет. И так далее. За год она подтянулась все. А вы знаете, последние два года, каждый год мне приходят по 2-3 письма из руководителя их нового колледжа. И они мне пишут, вы должны гордиться, что у вас есть такой ребенок. В Америке такая система, что вузы идут в колледжи, везде вузы идут и смотрят, у кого самая лучшая учеба, кто стремительнее, кто активнее, кто активнее образ жизни ведет и в спортом занимается, и в передовой другой, и в разных местах. Они придут, их предлагают бесплатно поступить. То есть у них коммерческий вуз, но они приглашают их бесплатно, потому что имидж вуза нужен. Коммерчески они могут брать многих, но талантливых, они дают, как сказать, как у нас есть бюджетный и так далее. И в этом году, она заканчивает следующий год, но в этом году из пяти вузов нам было приглашение. Потом очень много направлений там Америки, которые предлагают тебе, чтобы практиковать и так далее. Что я хочу вам сказать. Видите, я что обучаю своему ребенку? Умным быть выгодно, чтобы ребенок понимал, что творческий труд – сами дорогооплачиваемый труд. Я повторяю. Творческий труд – сами дорогооплачиваемый труд. Умом надо зарабатывать, не физическими силами. Все люди, которые физически трудятся со временем, в будущем, они остаются невостребованными, потому что роботы заменит их, техника заменит их, автоматизация заменит их. Останутся только креативные, творческие люди. Поэтому платите ребенку за умственные достижения. А физические дела, которые он дома делает, он обязан делать. За них не платите. Дома убрать, помогать, отвезти, привезти и так далее. И привязывайте это к тому труду. Например, ты пятерку получаешь, неделю два раза дежурный дома. Ты делаешь то-то, то-то-то. Но он очень физический, умственный труд должны быть гармоничны идти. Почему я ребенку записал в спорте, карате и так далее? Кстати, она уже черный пояс получила, второй дан. Понимаете? Я горжусь ей. Я действительно горжусь ей. Потому что я хочу, чтобы вдохновиться, смотреть, чтобы у меня в душе было такое удовольствие, что вот это мой ребенок, вот это, кого я воспитал. Вы понимаете, это очень мечта родителей. Поэтому платите. Если учительница так говорит, это не означает, что то, что она думает, это самое правильное. Поэтому попробуйте мою методику. И через год вы разницу видите. Сама учительница пойдет, потом своих детей будут так делать. Почему? Потому что она видит разницу через год. Помните, еще раз повторю. Но за физическую помощь, которую ребенок делает, никогда не платите. У него в голове должны сидеть три вещи. Первое. Умным быть выгодно. Второе. Умом можно зарабатывать. Не обязательно физически трудиться. И самое важное. Третья вещь. Третья вещь. Он должен понять, что в этом направлении стать лучше. Он научится сохранить деньги. Он должен параллельно научиться. У него финансовый интеллект растет. Он поймет, что в мире бесплатно ничего нет. В жизни никто тебе ничего не дает бесплатно. У него формируется такое понимание. А четвертая вещь. Умственный труд, физический труд объедините. Объедините, чтобы у него гармонично было развитие. У него было много энергии в жизни. Трудоспособности выросли. И так далее. Умственный труд позволяет ребенку быть сообразительным. Думать, стратегически думать и так далее. Физический труд воспитывает характер, выносливость, терпение и так далее. Воля и так далее. Уверенность в себе. И то, и то объедините. И тогда достижения будут вот такие. Буду видеть. Так что платите и делайте. Следующий важный вопрос. Здравствуйте, уважаемый Садмурад Давлат. Меня зовут Алихан. Мне 15 лет. Я из города Алматы. И у меня есть к вам такой вопрос. Как возбудить желание у ребенка к чтению, саморазвитию и тому подобному? У меня есть много младших братьев и сестричек. Много ровесников. И я бы хотел, чтобы они все тянулись к саморазвитию. Я хотел бы, чтобы и некоторые взрослые тоже начали читать книги и так далее. Но взрослым невозможно навязывать это все. Тем более такому ребенку, как я. Тем более их надо любить такими, какими они есть. Как минимум ребенок не имеет права обсуждать своих родителей. Он должен любить их такими, как я не есть. Это ваши слова. Так вот я хочу узнать ваше мнение. Алихан, ты молодец. Ты вообще молодец. Ты меня затронул за сердцем. Молодец. Даже до слезы. Ты вообще молодец. Правильно говоришь. Дети не имеют права обсуждать родителей. Дети не имеют права сидеть, критиковать родителей. Родители любят нас так, как умеют. Родители заботятся о нас, как у них получается. Они из своих лучших прибуждений делают все то, что делают. Ни один родитель не хочет плохого своим детям. Они всегда делают самое лучшее. Самое то, что они умеют делать. Поэтому мы принимаем их, любим их, какие они есть. Служим им. Служим им, потому что они очень много давали нам. И мы никогда не можем вернуть то, что они делали. Поэтому мы искренне служим им. А что касается твоих братьев и сестров и так далее. Самому стам примером. Чтобы, понимаешь, один человек всегда, глядя на другого, меняется. Если ты будешь им говорить, они тебя не будут слышать. Я тебе расскажу мой пример. В свое время, в 2000-х годах, 99-й год, 2000-й год, 2004-й год, три раза собрал все свои родственники и рассказывал о том, что надо начинать делать бизнес. Чтобы изменить качество своей жизни и так далее, и так далее. Три раза я это делал. Никто меня не слышал, потому что наши поколения сами младшие. А я тогда принял решение, что если они не хотят быть успешными, тогда я без них стану успешным. Теперь они все приходят, мне просили, как надо делать. Почему? Потому что они видят результаты. Конечно, я понимаю тебе, что ты можешь сказать. Но это же будет поздно. У тебя есть два варианта. Один вариант. Один вариант. Ты стараешься самому добиться что-то, глядя на твои примеры, они начнут делать. Например, веди дневник желаний. Веди, вставляй стратегию жизни. Начни копить, копельку. И свои результаты расскажи им. Скажи, вот я послушал, я делал, у меня накопилось столько. Я прочитал столько-то книг. Вот у меня мысли такие. Ты рассказывай им. Например, когда они видят твои умственные достижения, они начнут заинтересоваться, как ты это все усваивал, как ты это делаешь. Это одно направление. Второе направление. Их всех постоянно, когда позовешь, рассказывай про мои тренинги. Включи видео, скажи. Знаешь, вот здесь этот человек говорит так. То есть, поскольку у тебя еще авторитет маленький перед ними, ты еще не авторитетный для них, тогда используй мою авторитет. Скажем, что мой наставник сказал так, мой наставник говорил так. То есть, я имею в виду, до того, когда у тебя свои результаты пойдут, тогда рассказывай мой опыт. Скажи, мой наставник говорил так, мой наставник сказал, читайте эту книгу, мой наставник сказал, планируйте, накопите и так далее. Ты просто ссылку принеси на меня. Тогда, поскольку у меня уже результат есть, они будут слышать. Таким образом тебе будет хорошо. Кто-то из них все равно будут игнорировать, скажут, ой, это чушь собачья, это не может быть, и это все, и так далее. Кто-то будут такие вещи говорить, а ты внимания не обращай на таких. Твое окружение из десяти, сначала двое пойдет за тобой, может быть один пойдет, а потом трое, потом пятеро, потом семеро. Вот так ты постепенно самому меняешься и помогаешь своим братьям и сестрам. И самое важное, ты помогаешь своему окружению стать лучше. Значит, ты лучший человек. Помни всегда, Али Хан, только сильные люди, только великие люди помогают другим стать сильным и великим. Только чемпион вдохновляет другому стать чемпионом. Я желаю тебе успехов. Дорогие друзья, ставьте лайк под рубрика, задавайте актуальные вопросы, пишите в комментариях ваш опыт, возможно, вы родитель, возможно, вы ребенок, который вы стараетесь чего-то добиться и так далее. Это рубрика для детей и для родителей. Вот, поэтому на это я отвечаю. На такие вопросы, задавайте актуальные вопросы, я с радостью буду отвечать вам на эти вопросы. Желаю вам успехов. Уважаемые дети, если вы что-то полезное брали для себя, как минимум 10-20 своим окружением, представьте это, поделитесь. Почему? Потому что из 10-20 двое-трое начнется тоже изменить свою жизнь. И рядом с вами они вместе с вами растут и станут успешными. Вам это очень выгодно, чтобы они стали успешными. Я вам желаю успехов. Всего доброго.